Сегодня поговорим про Тесла среди грузовиков. Никола Ванн. Такое название получил гибридный шестиколесный грузовой электромобиль весом в 36 тонн, способный проехать на одном баке более 2000 км без остановок. Машина оснащена шестью электродвигателями, а что особенно важно, способна вести за собой караван из пяти автономных грузовиков. На разработку электротягача ушло три года. В его основу входит система, состоящая из турбогенератора, который способен потреблять практически любое топливо и обеспечивающий подзарядку аккумуляторов автомобиля. Каждый из шести электродвигателей отвечает за свое колесо. Мощность каждого составляет 335 лошадиных сил, что вместе дает более 2000 лошадиных сил, а плавную езду обеспечивает полностью независимая подвеска. Для остановки или начала движения водителю достаточно воспользоваться одной из двух педалей. В грузовике отсутствует сцепление и коробка передач. Соблюден и внутренний комфорт. К услугам водителя и пассажиров холодильник, морозильная камера, система климат-контроля, 15-дюймовый сенсорный экран и приборный дисплей на 10 различных функций. Столь внушительный список продолжат доступ в интернет, панорамное лобовое стекло, верхний люк, две полноразмерных кровати, микроволновка и 42-дюймовый телевизор. А теперь поговорим о основных преимуществах над обычными грузовиками. Автомобиль имеет низкий центр тяжести за счет расположения аккумуляторов и всех составляющих, что значительно улучшает управляемость торможения автомобиля и защищает с переворота. И благодаря такому расположению деталей получаем на 30% больше свободного пространства в кабине. Разгон до 100 км в час составляет около 30 секунд, что значительно превосходит обычные грузовики. Все это благодаря 2000 лошадиных сил и 5000 ньютон-метров крутящего момента. Полного бака топлива хватает более чем на 2000 км. Также во время остановок у вас есть порты для подзарядки, что позволит еще больше экономить. Во время езды турбина включается раз в 3-5 часов на 1 час в зависимости от нагрузки. В итоге на электрогрузовике ездить примерно в 3 раза экономичнее и помимо этого еще имеем кучу плюсов. Цена составляет 375 тысяч долларов, что в рублях примерно 25 миллионов. А презентация состоится в декабре 2016 года, где уже можно будет опробовать данный аппарат. Вам спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал.